Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Псалом 15. Песнь Давида. Храни меня, Боже, ибо я на тебя уповаю. Я сказал Господу, ты, Господь мой, благо мои тебе не нужны. К святым, которые на земле, и к дивным твоим, к ним все желание мое. Пусть умножаются скорби у тех, которые текут к Богу чужому. Я не возлию кровавых возлияний их и не помяну имен их устами моими. Господь, есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь жребий мой. Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. Благословлю Господа, вразумевшего меня. Даже и ночью учит меня внутренность моя. Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он, одесную меня, не поколеблюсь. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя, успокоиться в уповании. Ибо ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому твоему увидеть тление. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радостей пред лицем твоим, блаженство в деснице твоей вовек. Евангелие от Матфея Глава 15 Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят Зачем ученики твои приступают к преданию старцев, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб? Он же сказал им в ответ Зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего? Ибо Бог заповедал Почитай отца и мать, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите Если кто скажет отцу или матери Дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался Тот может и не почтить отца своего или мать свою Таким образом вы устранили заповедь Божию преданием вашим Лицемеры Хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря Приближаются ко мне люди сии устами своими И чтут меня языком Сердце же их далеко отстоит от меня Но тщетно чтут меня Уча учением Заповедям человеческим И призвав народ Сказал им Слушайте и разумейте Не то, что входит в уста, оскверняет человека Но то, что выходит из уст, оскверняет человека Тогда ученики его, приступив, сказали ему Знаешь ли, что фарисеи, услышав слово сие, соблазнились? Он же сказал в ответ Всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится Оставьте их Они слепые вожди слепых А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму Петр же, отвечая, сказал ему Изъясни нам притчу сию Иисус сказал Неужели и вы еще не разумеете? Еще ли не понимаете, что все, входящее в уста, проходит в чрево и извергается вон А исходящее из уст, из сердца исходит Сие оскверняет человека Ибо из сердца исходят Злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления Это оскверняет человека А есть неумытыми руками не оскверняет человека И, выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские И вот женщина Хананеенко, выйдя из тех мест, кричала ему Помилуй меня, Господи, сын Давидов Дочь моя жестоко беснуется Но он не отвечал ей ни слова И ученики его, приступив, просили его Отпусти ее, потому что кричит за нами Он же сказал в ответ Я послан только к погибшим овцам дома Израилева А она, подойдя, кланялась ему и говорила Господи, помоги мне Он же сказал в ответ Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам Она сказала Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола, Господ их Тогда Иисус сказал ей в ответ О, женщина, велика вера Твоя Да будет тебе по желанию Твоему И исцелилась дочь ее в тот час Перейдя оттуда, пришел Иисус к морю Галилейскому и, взойдя на гору, сел там И приступило к нему множество народа, имея с собою хромых, слепых, немых, увечных и иных многих И повергли их к ногам Иисусовым И он исцелил их Так что народ дивился, видя немых, говорящими, увечных, здоровыми, хромых, ходящими и слепых, видящими И прославлял Бога Израилева Иисус же, призвав учеников Своих, сказал им Жаль мне народа, что уже три дня находятся при мне, и нечего им есть Отпустить же их, неевшими, не хочу, чтобы не ослабели в дороге И говорят ему ученики его Откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа? Говорит им Иисус Сколько у вас хлебов? Они же сказали Семь И немного рыбок Тогда велел народу возлечь на землю И, взяв семь хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим А ученики — народу И ели все, и насытились И набрали оставшихся кусков семь корзин полных А евших было четыре тысячи человек Кроме женщин и детей И отпустив народ, он вошел в лодку и прибыл в пределы Магдалинские Книга Пророка Ионы Глава Первая И было Слово Господне к Ионе Сыну Амафиину Встань Иди в Ниневию Город великий И проповедуй в нем Ибо злодеяния его Дошли до меня И встал Иона Чтобы бежать в Фарсис От лица Господня И пришел в Иопию И нашел корабль Отправлявшийся в Фарсис Отдал плату за провоз И вошел в него Чтобы плыть с ними В Фарсис От лица Господа Но Господь Воздвиг на море крепкий ветер И сделалась на море Великая буря И корабль готов был разбиться И устрашились корабельщики И взывали каждый к своему Богу И стали бросать в море Кладь с корабля Чтобы облегчить его От нее И он уже спустился Во внутренность корабля Лег и крепко заснул И пришел к нему начальник корабля И сказал ему Что ты спишь Встань Воззови к Богу твоему Может быть Бог вспомнит о нас И мы не погибнем И сказали друг другу Пойдем Бросим жребии Чтобы узнать За кого постигает нас Эта беда И бросили жребии И пал жребий На Иону Тогда сказали ему Скажи нам За кого постигла нас Эта беда Какое твое занятие И откуда идешь ты Где твоя страна И из какого ты народа И он сказал им Я Еврей Чту Господа Бога Небес Сотворившего Море и сушу И устрашились люди Страхом великим И сказали ему Для чего ты это сделал Ибо узнали эти люди Что он бежит От лица Господня Как он сам Объявил им И сказали ему Что сделать нам с тобою Чтобы море утихло для нас Ибо море Не переставало волноваться Тогда он сказал им Возьмите меня И бросьте меня в море И море утихнет для вас Ибо я знаю Что ради меня Постигла вас Это великая буря Но эти люди Начали усиленно грести Чтобы пристать к земле Но не могли Потому что море Все продолжало бушевать Против них Тогда воззвали они К Господу И сказали Молим тебя Господи Да не погибнем За душу человека сего И да не вминишь нам Кровь невинную Ибо ты Господи Соделал Что угодно тебе И взяли Иону И бросили его В море И утихло море От ярости Своей И устрашились Эти люди Господа Великим страхом И принесли Господу Жертву И дали Обеты Книга Пророка Ионы Глава Вторая И повелел Господь Большому киту Поглотить Иону И был Иона Во чреве Этого кита Три дня И три ночи И помолился Иона Господу Богу Своему Из чрева Кита И сказал К Господу Возвал я В скорби Моей И он Услышал Меня Из чрева Преисподней Я возопил И ты Услышал Голос Мой Ты Вверг Меня В глубину В сердце Море И потоки Окружили Меня Все Воды Твои И волны Твои Проходили Надо Мною И я Сказал Отринут Я От очей Твоих Однако Я Опять Увижу Святый Храм Твой Объяли Меня Воды До Души Моей Бездна Заключила Меня Морскою Травою Обвита Была Голова Моя До Основания Гор Я Не Сшел Земля Своими Запорами Навек Заградила Меня Но Ты Господи Боже Мой Изведешь Душу Мою Из Ада Когда Изнемогла Во мне Душа Моя Я Вспомнила Господи И Молитва Моя Дошла До Тебя До Храма Святого Твоего Чтущие Суетных И Ложных Богов Оставили Милосердова Своего А Я Гласом Хвалы Принесу Тебе Жертву Что Обещал И Сполню У Господа Спасение И Сказал Господь Киту И Он Изверг Иону На Сушу Книга Пророка Ионы Глава Третья И Было Слово Господне К Ионе Вторично Встань Иди В Ниневию Город Великий И Проповедуй В ней Что Я Повелел Тебе И Встал Иона И Пошел В Ниневию По Слову Господне Ниневия же была Город Великий У Бога На Три Дня Ходьбы И Начал Иона Ходить По Городу Сколько Можно Пройти В Один День И Проповедовал Говоря Еще Сорок Дней И Ниневия Будет Разрушена И Поверили Ниневитяне Богу И Объявили Пост И Оделись Во Вретище От Большого Из них До Малого Это Слово Дошло До Царя Ниневии И Он Встал С Престола Своего И Снял Себя Царское Облачение Свое И Оделся Во Вретище И Сел На Пепле И Повелел Провозгласить И Сказать В Ниневии От Имени Царя И Вельмож Его Чтобы Ни Люди Ни Скот Ни Волы Ни Овцы Ни Чего Не Ели Не Ходили На Пастбище И Воды Не Пили И Чтобы Покрыты Были Вретищем Люди И Скот И Крепко Вопияли К Богу И Чтобы Каждый Обратился От Злого Пути Своего И От Насилия Рук Своих Кто Знает Может Быть Еще Бог Умилосердится И Отвратит От Нас Пылающий Гнев Свой И Мы Не Погибнем И Увидел Бог Дела Их Что Они Обратились От Злого Пути Своего И Пожалел Бог О Бедствии О Котором Сказал Что Наведет На Них И Не Навел Книга Пророка Ионы Глава Четвертая И Иона Сильно Огорчился Этим И Был Раздражен И Молился Он Господу И Сказал О Господи Не Это Ли Говорил Я Когда Еще Был В Стране Моей Потому Я И Побежал Фарсис Ибо Знал Что Ты Бог Благий И Милосердый Долготерпеливый И Многомилостивый И Сожалеешь О Бедствии И Ныне Господи Возьми Душу Мою От Меня Ибо Лучше Мне Умереть Нежели Жить И Сказал Господь Неужели Это Огорчило Тебя Так Сильно И Вышел И Он Из Города И Сел С Восточной Стороны У Города И Сделал Себе Там Кущу И Сел Под Не В Тени Чтобы Увидеть Что Будет С Городом И Произрастил Господь Бог Растение И Оно Поднялось Над Ионой Чтобы Над Головою Его Была Тень И Чтобы Избавить Его От Огорчения Его И Оно Весьма Обрадовался Этому Растению И Устроил Бог Так Что На Другой День При Появлении Зари Червь Подточил Растение И Оно Засохло Когда Когда Взошло Солнце Навел Бог Знойный Восточный Ветер И Солнце Стало Полить Голову Ионы Так Что Он Изнемог И Просил Себе Смерти И Сказал Бог Лучше Мне Умереть Нежели Жить И Сказал Бог Ионе Неужели Так Сильно Огорчился Ты За Растение Он Сказал Очень Огорчился Даже До Смерти Тогда Сказал Господь Ты Сожалеешь О Растении Над Которым Ты Не Трудился И Которого Не Растил Которая В одну Ночь Выросла И В одну Же Ночь И Пропала Мне Ли Не Пожалеть Ниневии Города Великого В котором Более Ста Двадцати Тысяч Человек Не Умеющих Отличить Правой Руки От Левой И Множество Скота Если Делаешь Доброе То Не Поднимаешь Ли 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 Если Не Делаешь Доброго То У Дверей Грех Лежит Он Влечет Тебя К Себе Но Ты Господствуй Над Ним Доброе 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 Доброе